Друзья, всем огромный привет! Все же, ладно. Итак, мы с вами, естественно, будем проходить сейчас самую простую миссию. Только для начала давайте немножечко переоденемся. Вот таким вот образом. И врубаем ее. В серии испытаний, блин. На самом деле все довольно-таки жестко. Нужно быть прям очень внимательным и все делать очень быстро. Давай! Зараза, я промазал. Нет, при помощи этого я не попаду. Вот этот, давай. Ну, пожалуйста, команду. Хорошо есть. Как видите, в принципе, забиваем довольно-таки быстро. Нам очень много урона не наносится. Все в порядке. Только есть проблема, конечно, с этими гадскими жуками. И это не те гадские жуки. Я имею в виду вот с теми гадскими жуками. Сейчас, сектор, паук. Нормально. Я также забыл поставить сюда вот этого добро. Идите-ка нафиг. Просто идите нафиг. Ладно, хорошо. Они продолжают меня атаковать, да? Ну, типа того. Ладно, не страшно. Я с ними сражаться тогда не буду. Глядишь, может быть, сами исчезнут. Это была первая волна. Ждем следующего оружия. Также нам с вами нужно, наверное, все-таки принять вот это добро. А дальше я взял с собой... А что так мало? Я же взял 500 штук. Да быть не может, зараза. Я же 500 штук взял. Улучшение теплозащиты и прицеливание. Вот, отлично. Ну, где они? Пойдет там. Аккуратно. Вот с этим нужно быть поаккуратней. До свидули. Жуки. Нет, жуков в их попадешь в они. Титаново. Копразух. Не попадаю. Тувари, а? Отстань. Все, отлично. Ладно, живем. Покушать немножко нужно. Сейчас, секунду. Во, отлично есть. Вот, при помощи этого мы сейчас защитимся. Сарка огромная, да? Просто безумная. Вау, ботинки сломаны. А, ну да, у меня же ботинки только мои были. Копразухи. Очень нечисть. Жуков не могу достать абсолютно. Фарик. Бежим. Все хорошо. Жуков я пробить вообще не могу, нифига. Досадно. Ну ладно, бог с ним. Есть что покушать там, я не знаю. Хоть вот это съесть. Викторианский суп. Нужно что-то съесть, чтобы меня подлечило. Бронтозавра забили на ронном месте. Да пожалуйста, насекомые, свалите. От них самые большие проблемы. Да, я понял. Сейчас внимательно. Топижары. Агрессивные, да? Впервые такое вижу. Вау! Все пучком. До дожки. Нет. Нет. Все хорошо. До свидания. До свидания. Держи. Ну нафиг. Слишком долго взрывалось. Спокуха. Все это забивается довольно-таки быстро и просто. Главное не давать быстро подходить и меня бить. Все хорошо. Да, очень плохо в этот раз прохожу. Прям безумно плохо. Но все из-за жуков на самом деле. Если бы жуков не было, все было гораздо проще. Видите, я даже не могу повредить им. Есть вариант воду спуститься. Вот сюда. Козлы. Ладно. Сейчас перекусим с вами немножко. Воду можно попить. Все хорошо. Хорошо, что вода есть. Хорошо, что реально есть вода. Аж по-другому мы бы замучились. Ну и хилки. Надвигается волна. Фигово вышла. Держи. Там сейчас уже улучшенное оружие должно быть на самом деле. Нужно будет за ним сходить. Идите нафиг оба. Кто? 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 Бежал. Спина. Все хорошо. До свидули. Нужно оборачиваться. Они быстрые, сволочи. Держи. У нас с вами оружие обновилось, да? А, огнемет появился. Все хорошо. Плевать. Огнемет это вещь. Все, ждем. Кстати, я жуков, скорее всего, могу забить при помощи огнемета. Наконец-то. Просто наконец-то. Блин, если бы не они, было бы все гораздо проще. Все гораздо проще и гораздо лучше. И хилки я забыл взять в нормальном количестве. Я просто себе потратил, на самом деле, в прошлой попытке. Фух. В общем, сейчас у нас с вами пятая волна. Это самое страшное. Отъедаемся потихонечку. Отъедаемся. Давай. Это пошло куда-нибудь вот сюда. Я понял. Нужно оружие. Вот. Давай. Есть, отлично, есть. Хорошо. Гасим всех. Просто гасим всех. Видите, кто пришел? Брудмата. Ха-ха-ха. Дрянная паучика. Бежим. Время не дофига. Все хорошо, 6 минут. Все будет нормально. Не даем возможности. Все хорошо, бежим. Не нужно. Тихо. Беги. Беги. Как видите, отличный урон с копией. Из-за того, что мы с вами можем бегать и прыгать, прыжки разворачиваться здесь и кидать гораздо легче. Попал. Не, нормально, все живем. Бежим. Нажели этот труп, а. Только отстанет меня. 5.30. Все, пучком. Убивай. Есть. Фу. В общем, это было жестко. И у меня перегруз. Ну, сейчас давайте посмотрим, что мы с вами получили. Факел это ерунда. Фу. Отвар. Это амнезия. Это прикольно. Ладно, договорились. Дальше получили простой маскозащитного костюма предмет. Нагрудник. Ботинок нет. У меня на самом деле нет. Досадно. Седло диадона мне не нужно. Платформа процертерия. Дальше циклькаатля. Тираннозавра еще седла. То есть все эти седла можно просто-напросто выкидывать. Особенно обычные. Да ну нафиг. Отстаньте от меня. Фу. Это как раз был самый простой, самый обычный уровень сложности. Как понимаете, даже на нем довольно-таки сложно сражаться. Ну, опять же. Ну, привет. Поздоровимся. Опять же, в основном виноваты эти гребаные как раз жуки. Которые меня преследуют прямо сейчас. А где я оставил Аргентависа, а? Кто-нибудь помнит? О, кстати, прикольно. Там этот самый глюк. Нужно собрать его. Аргенты я оставил на одном из выходов. По идее, он мог оказаться вот. Аргентавис. А это что такое? Феррокс? А, Феррокс у меня в кармане тоже. Все, я понял. То есть у нас с вами они по-любому складываются. И их можно вот так вот развернуть. Давай. Все. У нас с вами обозвращается наш Аргентавис. Я в максимальном уровне сложности пока что еще не пытался участвовать. Но есть у меня подозрение, что это будет чертовски сложно. Самое главное, что мы отсюда с вами получаем все-таки наши шестигранники. Причем даже если ты повторно проходишь, ты их все равно получаешь. С глюком траблы. Не понял, нифига. Что за ерунда? Фишка в том, что вот такие траблы были, когда у меня был включен английский язык. Сейчас английский не включен, сейчас включен русский язык. И траблов не было раньше. Сейчас, как видите, появились по-новые. Может быть, снизу где-то есть в проходе он? Нет? Значит, заглючивший глюк. Ладно, хорошо. Перезапускал игру туда-сюда. Глюк не собирается. Дальше нам с вами смысла сражаться нету. Потому что дальше мы просто не пройдем. Это абсолютно точно. Там будут чересчур мощные как раз боссы. И та же самая паучиха будет суперсильной. То есть, это нужно либо делать в отличной броне, ну и с соответствующей прокачкой, я думаю, да? Либо командой. То есть, это вот два варианта. По-другому никак не получится. Чё ты его не подбираешь? Подбирай. И, кстати, да, это не вода. Если бы это была вода, ну то есть, если бы считалось, что мы прям с вами глубоко в воде стоим, то нас бы скинул саргентавис, я считаю. А так как саргентавис там не скидывает, то это просто визуальное отображение. Ну что ж, это одна из миссий, которую я хотел сегодня попробовать. А вот здесь вот прямо рядышком, то есть, далеко ходить не нужно, и есть ещё одна миссия, и, ну, я просто хочу, естественно... Что это такое у нас с вами за значок? Так вот, я, естественно, хочу выполнить побольше миссий, потому что, чтобы нам раскрыть Текенграммы, нужно сразиться с боссом. А чтобы сразиться с боссом, нужно выбрать Аравин Протокол. И вот здесь написано, что нам нужно выполнить как минимум 58 миссий. А это чтобы призвать самого слабого. Здесь что у нас такое? Шпион против Спина Гамма. Мне кажется, мы это с вами проходили на Тираннозавре, миссия завершена. А вот это? Буйный Сарказух вышел на охоту уничтожить его. А, здесь и Спинозавр, и Сарказух. Окей. Я зря это сделал, да? Да, я зря это сделал, потому что у меня сейчас только Аргентавис, Аргентавис слабенький. Мы, конечно, можем пройти по следам. Угу. Мы можем пройти по следам, но это нам ничего не даст, на самом деле. Дай-ка я быстро это просканирую. Это нам сюда нужно с тобой притащить обязательно Тираннозавра опять. Вон, я вижу следы, опять же, на тебе. Ну, можно собирать. Но типа такой буйный Сарказух. Мы не справимся. Досадно, но это так, так что придется сейчас прямо эту миссию отменить. То есть мы можем это сделать здесь, отменить миссию. Я хотел на самом деле еще раз попытаться слетать в локацию, которая называется Лунный Биом. Потому что, мне кажется, в прошлый раз просто не повезло, и у меня не телепортировалось существо. Но для начала мы с вами вернемся сейчас в Арктику. Просто для того, чтобы если Аргент туда не телепортируется, мы хотя бы знали, где он находится. Эх, надеюсь, мы там с тобой не сдохнем. Вообще. Ладно, бог с тобой. Давай-ка тебя заведем домой, просто потому что, не дай бог, с тобой что-то случится. А второго Аргентависа приручать это нужно опять использовать ловушку. Давай тогда возьмем Блад Сталкера. Ну, просто на нем мы там сможем быстро перемещаться. Мне кажется, это будет удобнее всего. Плюс еще Блад Сталкера приручить никаких проблем не возникнет. Да у нас там где-то парочка с вами шатается. Нужно их будет забрать, кстати, из болота. Ну что, мы с вами летим сейчас в Лунный. И летим куда-нибудь на север. В принципе, все окей. У меня на плече сидит наш как раз... Пошел нафиг Ферокс. Для защиты от всяких термальных непогодных условий. Ну что, дружище, тебя можно приручить или нет? Но это Декрекс. В общем, на Блад Сталкере здесь можно перемещаться. И особенно, если ты находишься около земли. Здесь очень много агрессивных существ. Я так немножко здесь попрыгал, полетал. Но, естественно, на солнце лучше не находиться, потому что сразу становится жарко. Нужно уходить в тень. Ну, а сами понимаете, здесь вон защитные единицы, рапторы, дроны и прочая нечисть. Полетели в тень куда-нибудь? Вот туда. Нам нужно притянуться. Блад Сталкер, кстати, для этого лучше всего подходит. Все шикарно. Стой. Стой, братан. Стой, 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 стой. Ну-ка, давай, Став, покушаем. Здесь, в принципе, не так жестко. Кстати, броня ломается. Здесь ломается броня сама по себе. Оу, май! Иди-ка ты нафиг, чувак. А отсюда добывается какой-то, какая-то амбра. Осколок элемента вот тоже добывается классно. Ладно, договорились, где он? Вон наверху. Зараза. Иди ты! Да господи. Вот, видите, амбра какая-то. Четыре амбры. Не знаю, для чего нужна, нужно будет потом проверять. Но осколки элемента, это понятная штука. В принципе, где мы с вами находимся? Мы находимся... Мы находимся примерно где-то в центре этого участка. Странно, откуда здесь кислород? Вот это меня удивляет. Сюда, безусловно, нужно прилетать с защитным костюмом. У меня от защитного костюма есть только шлем где-то. Восковая субстанция, выделяемая астроцетусом. Используется для создания боеприпасов для тек-седла астроцетуса. Все, я понял, для чего она нужна. Вот так вот все просто. Иди сюда. Иди ко мне. Он справится, нет? Нет, он не хочет следовать. Досадно. Ну ладно, элемент мы с вами, в принципе, здесь собирать можем. Точнее, осколки элемента. Это уже немножко обнадеживает, но... Естественно, прямо сейчас нам здесь не рады. Лучше отсюда валить астроцетусов. Приручать будем как-нибудь потом, в будущих выпусках. Классно здесь можно прыгать. Тихо. Давай-ка вниз. Вот в этом плане он просто бесподобен. Он супер полезен везде, в любом биоме, в любом месте. В принципе, мы его вот так забить можем. Главное, просто попадать в него. Все отлично. Кстати, боевой тартар, я совершенно про него забыл. Дает увеличение силы, грандиозное увеличение силы в ближнем бою, невероятную скорость движения, дубовую кожу и нечеловеческое восстановление выносливости. Это нужно было использовать в том задании. Кстати, при помощи него можно попытаться и в средней сложности поучаствовать. Но для этого нужно броню новую, как раз улучшенную. С той броней, которая у нас с вами есть, мы с вами ничего не сделаем. Уюю, классно. Слушай, это просто шикарно. О камнях тоже летать будет, или она упала. Давай поздороваемся, привет. Слушай, ну это просто шикарнейший, ты посмотри. Безумие. Вау. Класс. Отсутствие гравитации, насколько хорошо проработали. Ну, раньше же здесь нигде такого не было. Ну, то есть ни в каких как раз DLC, нигде вообще. Солома, дерево. Там, кажется, эти самые, как они называются. Астероиды падают. Естественно, здесь для простоты передвижения стоит, наверное, использовать крюк-кошку. Надо будет попытаться запомнить, где находится эта пещера. Еще раз, давайте карту откроем. Карта, открывайся. Где находится эта пещера? Где-то 25... Ну, 25-25 примерно. Нет, ну, наверное, не 25, да. А это, скорее всего, 22 что-то типа того. 22-25. Здесь находится эта пещера. Здесь в большом количестве как раз элемент. Его можно добывать. Амбра та же. Ну, правда, прямо сейчас мне она не нужна. Ладно, хорошо. Предлагаю отсюда выбираться. Ну что, у нас с вами есть на болотах несколько очень простых, я так понимаю, миссий. Командный дадобол. Это мы с вами выполнить не можем, потому что у нас команды нету, понятно. Но вот здесь вот гонки по болоту, гонки по болоту бета и альфа. То есть, я хотя бы сейчас самую простую давайте пройду. Отслеживать миссию. Фишка в том, что нам с вами нужно выполнять задания. Так у нас сейчас с вами всего, там, 18-19, если не ошибаюсь. А для того, чтобы призвать босса, нам нужно 58. То есть, в этом направлении нужно работать. Итак, гонки по болоту. Мне, наверное, дадут, ну, на комнате, собственно говоря, гоняться, да? Ты пока что поставь здесь. А где мой конь-то? А, вот мой конь. Ну, окей. Ладно. Это прикольно. Поехали. Ну, то есть, та же самая история. У нас с вами есть круги ускорения, через которые нужно обязательно проходить. Плюс он очень себя неплохо чувствует в воде. Зря я туда, на самом деле, сунулся. Блин, он прыгать не может. Он не может прыгать. Все, я понял. Но мы с вами гамма пройдем так или иначе. Здесь очень много времени выделяется. Нужно, в общем, обязательно идти по стрелочкам. Это единственный правильный путь. Все остальное тебя приводит в камни, и ты врезаешься. Все окей. Но, порой тебя подкидывает, зараза. Неплохо. Тихо, аккуратно. Давай, давай, давай. Вау. Чё это рамка такая огромная? А вот максимальные сложности миссии здесь просто шикарнейшие. Привет. Так вот, здесь ошибаться вообще нельзя. Не на секунду. Не на толику секунды. То есть, сейчас попытаемся по полной это проскакать на максимальной скорости. Если все получится. Но здесь, видите, уже рапторы появились. Классно. Почесали. Я уже два раза попытался, и оба раза ударялся. То там в стыгозавров, то еще куда-нибудь улечу. Давай, сейчас внимательно. Все будет нормально. Кстати, когда из воды вылезает, у тебя как раз этот самый, лучше выпрыгнуть. Потому что, вылезая из воды, он тормозится. Лучше прыгнуть на правую клавишу мыши. Ладно, постараемся сейчас это все пройти. Вот, видите, вот так вот я сейчас просто... Ну, с другой стороны, здесь не нужно было прыгать. Я бы очень далеко вперед улетел. Не каждый раз это нужно делать. Давай. Шикарно. Главное, чтобы в споры здесь не попасть. Здесь споры какие-то замедляющие есть. Это немножко раздражает. Блин. Вот сейчас можно было прыгнуть, на самом деле. Чуть раньше. Но, в принципе, не страшно. Хорошо, идем. Просто замечательно. Уже добрались до болот. Вы здесь все что мол. Я стараюсь вот здесь прыжок. Идеальненько. Давай, да, давай. Не тормозимся. Главное, опять же, не цепляться об камни, потому что камни подбрасывают воздух на такой скорости. Просто очень высоко взлетаешь вверх. Давай. 50 секунд. Успеваем, в принципе. Давай, прыжок. Все хорошо. Камень, это не страшно. Сейчас здесь тыгозавры. Нет, разошлись. Они торчали вот в этом проходе дурацком. 36 секунд. Нормально. Но успеваем. По идее, тихо. Все нормально. Давай, прыжок. 22 секунды. 36. Нормально. Нормально. 30 из 36. Но здесь они напиханы прямо одна за другой. Шикарно. 33. Я стараюсь. Еще 13 секунд. Все хорошо. Не переживай. Вот так вот. Давай. 34. Ускорение. Давай, отлично. Блин, получилось. Ладно, хорошо. Это было неприятно. Я успел, что-то. Все в порядке. Это у нас с вами полностью закончено. Получили опять же шлем. Почему только шлемы приходят? Камон, игра. Мне бы что-нибудь посерьезнее. Да, я знаю. Иди сюда. Иди сюда. Если не ошибаюсь, должно быть 21, да? Равен протокол 21 из 58. Хорошо. Ну, типа хорошего мало. Но хотя бы эти три миссии мы с вами выполнили. Вот это вот интересно. Гран-при Король Расмаха. То есть мы с вами можем поучаствовать, я так понимаю, в каких-то гонках на Бладсталкере. Полетели, посмотрим, что это такое. Но, скорее всего, нам предстоит вот так вот летать. И проходить какие-то, ну, так же вот как раз ворота. Это будет довольно-таки сложно сделать. Пошли попытаемся. По коням выживший, время в гонке! Где мой конь-то, скажи мне? Это не мой конь. Вот мой конь. Хорошо. Так. Ох ты, господи. Я вижу. Это будет жестко. Полетели. Что ты делаешь? Странный какой-то. Но обычно такого не бывает. Ты, типа, нажимаешь пробел, и он продолжает лететь вот так вперед. А тут он полетел куда-то налево. В сторону щупальца, что ли? То есть, нанесю пальца вот этого зацепы, что ли, летит? Странно, не должно быть такого вроде. Ладно, бог с ним. Летим. Просто летим. Я же говорю, миссии здесь просто безумно крутые. Все хорошо. Ну, тихо. Давай. Давай. Прошел. Вот здесь нужно будет за что-то цепануться в следующий раз, потому что сейчас это получилось фигово. Нормуль. Я стараюсь. Я стараюсь показать. Давай. Не будешь под руку говорить. Хорошо прошел. Ну же. Не за что впереди зацепиться. Из-за этого приходится вот так вот. Ого там. Это ничтого, что ли, да? Потому что в эту сторону нужно пойти, я понял. А что ж там нафиг там? Вон, вижу. Я не прошел сначала через эту. Зря не показывает сразу следующую, мне кажется. Она немножко сбивает. Во, совсем другое дело. Не туда, вот туда. Давай, пошевеливайся. Я стараюсь. На самом деле это гораздо проще, чем предыдущая миссия, потому что всего 19 ворот. Мы с вами уже почти все прошли. 16 из 19. Сейчас немножко приноровиться и все. Местности, точнее. И по большому счету время просто потерял вот на той рамке, которая была, ну, типа, чуть раньше, чем нужно. Все, где наши лавры? Главное, чтобы нас не засосало сейчас. Вот что главное. Так, смотрим. Опять седла, ласты, ерунда. Все, пошел проходить следующий. Но на самом деле у меня не получается пока что пройти максимальную миссию. Я тут где-то, наверное, час прыгал и пытался ее пройти. Сложновато. Может быть, что-то еще не так делаю там. Но бог с ним. Ладно, потом еще попытаюсь. Я думаю, что так или иначе пройду. Но на данный момент получается у нас с вами. Сейчас давайте посмотрим, сколько пройдено. Сколько у нас пройдено? О, поздороваться опять можно. Давай посмотрим. А равен протокол? 23 из 58. То есть у нас с вами по-любому здесь еще есть всякие рыбалки. Это можно будет пройти. Это я сделаю за кадром. Это несложно. Вот это слишком сейчас сложно для меня. Просто прыжок, подскок и на вылет. Что это? Сопровождайте симпатичную лягушку. А, да, это тоже сложновато. И вот появилась пыльца. А вот это что такое? Отслеживать миссию пыльца? Ладно, погнали, посмотрим. У меня прям интересно, где это находится и что там нужно сделать. Итак, вот появилась пыльца. Ищите пыльцу высокого качества, избегая ядовитой пыльцы и защищаясь от местных обитателей. Я без понятия, что это значит. Следуйте по контрольным пунктам, отставленным Хеленой. Она покажет вам путь к пыльце высокого качества. Ну давай. Следующий контрольный пункт. Начинаю сканирование. Ну, такое, в принципе, нормально. Не сильное. Главное, чтобы не было этих гадов, как они. Микорапторов. Со всеми остальными мы справимся. Куда дальше? Я тебя понял? То есть это что-то типа задание с золотом. Хорошо, я понял. Ну ладно. Давай, сканируй. Ну да, это будет несложно. С таким-то уроном. Следующее задание нужно будет проходить скорее всего на каком-нибудь стернозавре, потому что у него слишком... Ну, я имею в виду 20-го, у него слишком мало урона у этого. Она нашла то, что нам нужно вернуть. Все, я понял. То есть это финальная точка. Ну или предфинальная, так скажем. Теперь нам нужно там все это как раз проверить. Ладно. Посмотрим, что это из себя представляет. Единственное, главное здесь не попадаться как раз в... Главное не попадаться в пыльцу вредную. Блин, спина. Сейчас посмотрю, подожди. Сейчас разберемся со всеми и посмотрим. Вот, вот это пыльца пошла. Это вредная пыльца. И в принципе у нас умирает Блоксталкер из-за этого. 7 секунд, 6. Видишь, здесь опять... Вот она когда идет зеленая пыльца, здесь нельзя находиться. Блин, я сам ничего не вижу. Вроде всех подчистили, давайте собирать. Ну и что делать? Понял тебя? Подожди, я не понимаю, как ее собрать? Пыльца высокого качества, хорошо собрал. Одна из девяти, все, я понял. То есть сначала мы разрушаем эту фигню. Вот таким вот образом. Да, потом собираем. Все, окей, договорились. В принципе легче, чем я думал. Интересно, какая награда будет. Вот прям мухой все собираем и бежим дальше. 5 из 9, я все понимаю. Давай, выпрыгивай. Там толпа рапторов. Мне кажется, что там зеленый сейчас распространяется, да? Да, ты съедовито. Идите нафиг, эй! Это обычный интернет по заданию. На них не действует. Фуф, тихо. Внимательно и аккуратно. Кормим. Офигеть, чуть было не сдох. Не записал концовку задания. Эта зараза меня сожрала. То есть вот это вот Бладсталкер. Пришлось все перепроходить. Я перепрошел, а запись была выключена. Потому что я решил первую часть не записывать. Ну и в итоге не записал ничего. Ничего страшного. Да, на самом деле все было очень просто. И вот это вот лут, это то, что я в принципе оставил. То есть седло на Больширогово оленя. У нас с вами еще один гранатомет. Ну и так по мелочи. Там лук зеленый. Это я оставил, чтобы было. Я надеялся, что что-то будет получше. Вот, кстати, Феррогс просто шикарен. В том плане, что он нам дает защиту от холода. И мы можем абсолютно в любой одежде, в любой броне находиться в разных биомах. Ну что ж, сегодняшний выпуск предлагаю на этом завершить. Мы с вами выполнили несколько заданий. Поучаствовали в гонках. Сразились как раз с Брудмазер. То есть с Королевой Пауков. В этом задании довольно-таки прикольное. Нужно будет потом хорошенечко одеться. И при помощи вот этих боевых тартаров попытаться сразиться, ну, со средним уровнем сложности. Я думаю, получится. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.